Лекция по Бхагавадгите, как она есть, глава 2, текст 13, прочитанная его божественной милостью Ачеба Ктивидантой Свами Прабхупадой, 18 июня 1974 года в Германии. Итак, дегина. Это значит владелец тела. В санскрите есть также гунино. Слово гунино. Гунино значит наделенный определенными признаками. Она понимает больше всех остальных. Ты будешь беспокоить нас. Один приобретает, другой теряет. У вас появляется ребенок, а вы, то есть другая сторона, теряете возможность слушать. Это называется карма-кандия. Таков материальный мир. Как только вы получаете здесь какую-то прибыль, кто-то другой в это время терпит убыток. Вы хотите построить большой небоскреб, но другой стороне приходится копать землю. Иначе откуда вы возьмете материалы? Сами вы не можете их создать. Вы должны выкопать их из другого места и взгромоздить здесь. Это называется прогрессом цивилизации. Негодяи не задумываются, зачем я занят этим бесполезным трудом. Копаю и перетаскиваю. В конце концов, майя вышвырнет меня отсюда. Я уже не смогу копать и сваливать. Но они слишком заняты. Им некогда слушать Бхагавадгиту. Они очень заняты. Это называется майя. Итак, дехина значит владелец тела. Это простая истина. У тела есть собственник. На самом деле мы не являемся собственником. Мы лишь постояльцы. Например, дом сдается в наем. Собственник дома другой человек. Ну вот опять еще один. Всем известно, что если вы арендуете дом, вы лишь съемщик. Владельцем является другой человек. У вас нет права собственности. Я душа. Я не собственник. Я лишь съемщик. Бесчестные материалисты не знают, что владельцем является верховная личность Бога. Он отводит мне определенную квартиру в зависимости от моей платежеспособности. Таково и мое положение. В противном случае, почему не все рождаются в теле лучшего класса, в теле царя или богатого человека. Стоит ребенку родиться, он уже богатый человек. Но так не происходит. Другой ребенок рождается в это же время, но он последний бедняк. Почему? Это называется кармакандой. Этому ребенку выделили комнату, квартиру по его способности платить по счетам. Это называется кармаканда. В соответствии с вашей кармой или деятельностью вы рождаетесь либо сыном царя, либо сыном сапожника, либо сыном собаки или кошки, или даже сыном дерева, растения. Таковы законы природы. Это следует понять. В последнем стихе Кришна сказал, не думайте, что мы не существовали в прошлом. Мы существуем в настоящем и будем существовать в будущем. Если, к примеру, мы живем в одной квартире, но не способны за нее платить, нам придется переезжать в другую квартиру. Если я не могу платить за свое нынешнее жилье, я должен буду переехать на квартиру подешевле. Можно сказать, я жил в одной квартире, теперь я живу на другой квартире, а в будущем у меня опять будет другое жилье. Я вечен. Я просто меняю свою квартиру или одежду. Это простое знание. Комаром Йованом Джара. В этой жизни я меняю столько квартир. Я был ребенком. Потом я поменял эту квартиру, когда стал мальчиком. Затем я снова поменял квартиру, став юношей. Потом я стал стариком. Точно так же, когда я освобожу эту квартиру, мне придется переехать в другую. Неужели это трудно понять? у меня должна быть квартира, у меня должна быть квартира, тело. Тело — это квартира. Вот как эта квартира. Это комната, построенная из кирпичей, камня и цемента. Аналогично, эта квартира также сделана из камня, кирпичей, цемента. Что же представляет собой это тело? В чем разница между этим телом и вот этим огромным, гигантским телом? Нет разницы. Например, если вы присмотритесь к этому материалу, вы заметите в нем множество камней. Так вот, наши кости подобны таким камням. В нашем животе множество различных секреций. Мы знаем, что у нас есть моча. Это вода, которую можно сравнить с морской, океанской водой. Точно так же, если вы проведете тщательный анализ, вы придете к выводу, что наше тело сделано из тех же элементов, что и все материальное творение. Разница нет. Разница лишь в количестве. Тело муравья сделано из тех же составляющих, что и тело слона и вся эта гигантская вселенная со множеством планет, солнцем, луной, небом. Это тоже состоит из тех же материалов. Разница только в размере квартиры, только и всего. Но квартиросъемщик отличается от хозяина квартиры. Поймите это. Постоялец меняет квартиры. Здесь это объясняется. Коумаром Йованом. Мы говорим, это тело ребенка. Это тело мальчика. Речь идет о разных квартирах. Уровень интеллекта или сознания находится в зависимости от квартиры, тела. вы можете это наблюдать на примерах. Бедный человек, который живет в ветхой хижине или в очень грязной квартире, имеет соответствующее сознание, которое будет отличаться от такого у представительного человека, который живет в хорошем доме, в хорошей квартире. то есть наше сознание меняется в зависимости от обстоятельств. Но и бедный человек, и богатый человек — люди. Есть 8 миллионов 400 тысяч типов тел, разных квартир. Постоялец, живое существо или душа не меняется качественно, но его сознание, его умственные способности будут определяться тем, какую квартиру или тело он займет. Это ясно или нет? Что тут трудного? Эти негодяи не верят в переселение души. Но неужели так сложно понять этот факт? Об этом очень ясно сказано. Кем сказано? Кришной, высшим авторитетом. Вы не можете отрицать «Я не верю в переселение». Верите, не верите, но это факт. Это факт. Вы не верите? Но кто вы такой? Верите, не верите? Никто от этого ничего не теряет и не приобретает. Это не важно. Законы природы будут действовать, как и раньше. Вы мошенник. Верите или не верите, какая разница? природа будет делать свое дело. Если вы поступали хорошо и заслужили престижную квартиру, природа предоставляет вам хорошее тело. Поэтому я не устаю повторять. Вновь и вновь я говорю, что вы, люди Запада, западная молодежь, получили от природы очень хорошую возможность. Поэтому когда-то европейцы обрели гегемонию надо всем миром, потому что они были разумными. Они наделены сильным интеллектом, хорошими возможностями, хорошим красивым телом. Все очень хорошее, но не злоупотребляйте этим. Используйте данные вам ради обретения высшего блага. Не упускайте этот шанс, уподобляясь кошкам и собакам. Таково предназначение нашего движения сознания Кришны. Здесь вы узнаете, что вы сбились с пути и оцениваете жизнь с позиции тела. Поэтому вы сражаетесь. Германия сражается с англичанами, англичане сражаются с Францией, Франция тоже сражается. Зачем? Если вы знаете, я не тело, я душа, почему я отождествляю себя с этой землей? Я немец, потому что родился в Германии. Это тоже обман. земля не может быть Германии, Франции или Англии. Земля есть земля. Это вы выдумали ей название. Это Германия. Что такое Германия? Скажем, 200 или 300 лет назад Германии не было. Америки не было. Земля была, но она так не называлась. И вот вы, какие-то европейцы, захватили ее. Люди сейчас принимают. Это Америка. Но все это обозначение. Истина состоит в том, что эта земля принадлежит не вам, не немцам, не англичанам, не американцам. Она принадлежит Богу. Земля была создана Богом. И это его собственность. Неужели это трудно понять? Вы ничего не создавали. Вы не создавали даже собственного тела. Им тоже владеет Кришна. Потому что как только Кришна попросит вас, пожалуйста, освободи помещение, вы вынуждены тут же выехать. Можете ли вы оставаться в этом теле? Если хозяин просит вас съехать, вы должны съехать. А если хозяин не станет делать ремонт, вы сами съедете. Просто поймете, что здесь больше невозможно жить. Так действуют законы. Все это прекрасно объяснено. Уже в этой жизни мы сменили множество тел. Мы не замечаем, как меняем тела. Поэтому нам кажется, что мы в том же теле. Но тело другое. Оно поменялось. И тело меняется, потому что в нем пребывает личность, душа. Как только душа покидает, предположим, ребенок родился мертвым, его тело не будет расти, оно не будет меняться. изменения будут происходить только если в теле присутствует душа. И Кришна говорит, мы существовали в прошлом. Это авторитетное утверждение. Следует понять, что в прошлом я жил в другом теле. Скажем, 70 лет назад я жил в другом теле, я прыгал как мальчик. Но сейчас я не могу прыгать. Сейчас я вынужден пользоваться палочкой. Тело другое. Разве это трудно понять? Если бы у меня было то же самое тело, я бы прыгал как мальчик. Я помню, как я прыгал, но сейчас это невозможно. Сейчас я вынужден полагаться на помощь троих человек. У меня было другое тело. Оно изменилось незаметно. но оно уже другое. Тело другое. Если мы попытаемся понять дхира стактранамух яти. Дхира. Разумных и здравомыслящих людей называют дхирами, уравновешенными. В противовес негодяям. Негодяи этого не поймут, поэтому используется такое слово дхира. Что оно значит? дхира невозмутимый. Это тот, у кого в голове есть мозг, а не коровий навоз. Понимаете? Они могут разобраться. Поэтому нужно стать разумным дхирой. Мы должны создать благоприятные условия ради обретения духовного понимания. К примеру, чтобы ваше тело было здоровым, вы должны жить так, чтобы не заболеть. Точно так же, если вы хотите быть человеком, вы должны действовать как подобает человеку. Если же вы хотите оставаться кошками и собаками, то ведите себя как они. Поэтому мы не дозволяем незаконный секс. Кошки и собаки могут вступать в запретные связи, но если человек будет им подражать, чем тогда он отличается от них? Поэтому вы не должны позволять себя опускаться до уровня кошек и собак. Оставайтесь людьми, тогда вы будете дхирой, здравомыслящим, уравновешенным человеком. Вот почему здесь используется это слово. кошкам и собакам не понять этих истин. Если я скажу им, вы не тело, вы лишь владеете вашим телом, они не прислушаются к моим словам, потому что их тело не позволяет им этого понять. Можете читать им проповеди тысячу лет, у них другие тела, тела кошек и собак, но в человеческом теле есть такая возможность. Этим человеческое тело отличается от тел кошек и собак. Дхира — это тот, кто не станет пользоваться своим ценным человеческим телом, как это делают кошки и собаки. Это очень опасно. Это великая потеря. Прохладмахараш говорил об этом Дурлабам Манушам Джанма. Мы должны быть очень разумными, чтобы понять это. У меня есть это тело. Возможно, я получил его после неисчислимых рождений. Такова теория эволюции. Я понимаю, что это дерево тоже живое существо, но оно стоит на месте тысячи лет. Они стоят по тысяче лет. Столько Наполеонов, столько разных императоров, столько гитлеров приходили и уходили, но дерево продолжает стоять. Это наказание. Оно тоже живое существо, оно также растет, как и ваше тело. Тело дерева растет, изменяется. Если вы не поливаете его корень, не даете ему пищи, оно погибнет. Точно так же, если вы не будете есть, вы умрете. Разницы нет. различия лишь в физиологии, только и всего. У разных форм жизни своя физиология, у кошек и собак своя, у человека своя, у деревьев своя, у рыб своя, но все они едят, спят, совокупляются и обороняются. Эти принципы общие для всех. Но живут все по-разному, в зависимости от типов тел. Все живые существа, как говорил Кришна, они существовали, существовали в разных телах. Это называется эволюцией или переселением. Веды говорят о теории эволюции. Это не теория, это факт. Об этом говорит Падмапурана. Это не выдумка Дарвина. Согласно закону эволюции, существует 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни, и живое существо последовательно рождается в одной форме за другой. Поэтому Прохлад Махарадж говорит, что когда мы рождаемся человеком, дурлабом манушем джанма, это большая редкость. Почему? Ардхадам, аддрувам, мы тоже умрем, нам придется оставить это тело, так же, как и кошкам, и собакам. Но благодаря этому человеческому телу мы можем обрести великое знание. Кошкам и собакам это недоступно, поэтому мы должны воспользоваться этой возможностью. Эти слова обращены к нам для того, чтобы мы поняли важность этого тела. Я не тело, я душа. По указанию Кришны, Бога, материальная природа наделила меня таким телом. все это происходит по закону природы. Это совершенный закон. Я несколько раз объяснял, что если вы подхватили какую-то инфекцию, закон природы действует столь совершенно, что вы должны страдать от этой инфекции, пока не предпримете необходимых мер. Все знают, что любое инфекционное заболевание это обрыв записи. Поскольку мы страдаем всеми этими несовершенствами, склонностью впадать в иллюзию, как же мы сможем постичь то или того, кто находится за пределами нашего восприятия? Это невозможно. Так предписывают веды. То, что находится за пределами постижения ваших чувств, не старайтесь постичь это при помощи глупых аргументов и логики. Ачиньте значит то, что запредельно вашему восприятию. Ачиньте это то, что находится в сфере вашего восприятия. Вы не способны понять это при помощи этой логики и философии. Как же это понять? Есть много разных мест, в которых говорится об этом. Несовершенные чувства не позволят вам постичь Кришну, Его имя, Его форму, Его качество, Его деяние. Вы не сможете это понять. Но таково мое положение. Как же мне постичь Кришну? Ответ следующий. Севан муки Хиджих Вадо. Когда вы займете свой язык служением Господу, Господа следует постигать языком, а не умом. Что значит языком? У языка две функции. Во-первых, он наслаждается пищей и так же издает звук. Поэтому пользуйтесь языком, произнося Харе Кришна Маха мантру и кушайте Прасад Кришны. Тогда вы сможете постичь его. Вернее, он откроет вам себя. И это происходит на самом деле. По всему миру эти юноши, девушки, так как они повторяют мантру Харе Кришна, поскольку они едят Кришна Прасад, они развивают свое сознание Кришны. Они не ведантисты, они не изучали все эти веды. Как же они это понимают? Если бы они не понимали Кришну, стали бы они жить такой жизнью. Им все запрещается. Они не могут вступать в недозволенные половые отношения, играть в азартные игры, употреблять драманирующие средства, сплошные запреты. Почему же они продолжают следовать? Они бы не стали этого делать, если бы они не постигли Кришну. Это доказательство того, что у них есть сознание Кришны. Чем больше вы придерживаетесь этих принципов, занимайте свой язык этими двумя функциями, повторяйте Харе Кришне и принимайте Прасад, тем скорее достигнете совершенства своей жизни. Есть ли вопросы? Бхагават Дити, Кришна говорит, из всех чувств я ум. Прежде всего, задавайте вопросы по теме лекции. Продолжай. Есть три вида страданий. Адхиатмика, адхиабаутика, адхиадайвика. Адхиатмика — это страдания, также страдания ума. Да, как это понять? А что такого? Иногда наш ум не в порядке, и это адхиатмика. Допустим, кто-то подходит ко мне и задает вопрос о чем-то. Я не могу об этом думать, я говорю ему позднее, я отвечу тебе на этот вопрос. Это означает, что у меня не в порядке что-то с моим душевным состоянием. Вы слушаете Бхагавад-гиту, но ваш ум может где-то в другом месте находиться в это время. Это болезнь ума. Он отвергает и принимает. Есть болезни ума, есть болезни тела. Это называется Адхиатмика. Кришна говорит, учись терпеть. Как обрести терпение, как терпеть страдания в нашей жизни? Чем больше человек понимает, что он не тело, Чем больше он понимает, что я не тело, тем лучше он способен терпеть. Если же нас беспокоит боль тела, мы позабудем о своем главном долге. Наша главная обязанность. Я не тело, но человеческое тело позволяет нам избавиться от нашего тела. Освободиться от него. Это главная наша задача. Если же нас беспокоит боль тела, или даже наслаждение тела, то я забываю о своем истинном предназначении. Поэтому Чайтани Махапрабху советует Тарора Писахи Шнуна Например, все ходят по траве. Трава не возражает. Поэтому смирение травы, терпеливее дерева. Таким образом, мы должны жить в этом мире и продвигаться в духовном сознании. Если же мы беспокоимся по каждому поводу, то мы не сможем продвигаться. Допустим, мы накладываем множество запретов. Особенно на Западе это очень неудобно, это неприятно. Но вы должны терпеть. Если вы хотите освободиться от тела, вы должны терпеть. На самом деле, ничего неприятного в этом нет. Если вы осознаете Кришну, вам не составит труда этому следовать. Это очень легко. Есть еще вопросы? Как развить желание освободиться от тела? Не нужно питать материальные желания. Нужно думать только о том, как продвигать это движение. У нас не должно быть материальных желаний. Шуньям. Все материальные желания мы должны превратить в ноль. Мы должны желать лишь того, как служить Кришне. Поэтому у нас столько разных занятий, чтобы отвлечься от желаний. Желание невозможно остановить. Это исключено. Глупцы, которые хотят стать свободными от желаний, заблуждаются, потому что отсутствие желания означает смерть. Нет, мы должны очистить желание. У нас есть желание водить машины. Водите машину, чтобы проповедовать сознание Кришны. Это изменение качества желания. Желание невозможно убить. Я хочу питаться вкусной пищей. Хорошо. Ешь остатки пищи, предложенные Кришне. Это лучшая пища. Это регулирующий принцип. Кришне необходимо предлагать самую лучшую пищу. Вы можете наслаждаться этой предложенной пищей. Кришна, не думайте, что Кришна голодает. Ему нужна ваша пища. Но Он ест. Кришна говорит «Патрампу шпам палам то ям». Если человек предлагает мне эту пищу, состоящую из патрампу шпам, из овощей, из лаков, из молока, Он не говорит нигде «Предлагайте мне мясо, яйца». Нет. Он говорит «Патрампу шпам палам». Мы можем готовить из этих продуктов удивительные блюда, разнообразные. И Кришна говорит, что если кто-то предложит мне с верой, любовью, это, «Я ем это?» Возникает вопрос «Все, что вы предложили, остается на тарелке, как же Кришна ест?» Поэтому следует заключить, что Он ест по-другому, но Он ест. Вы должны научиться этому из шастра. Он не голоден, тем не менее, Он может съесть весь мир, и все же мир останется, каким был. Вот, чтобы понять это, нужны мозги. Кришна ест. Кришна съедает, и при этом оставляет эту пищу, как будто Он не касался ее, чтобы вы могли съесть. Поэтому вы ничего не теряете. Если вы предлагаете что-то Кришне, Кришна съест это и оставит вам эту пищу для того, чтобы вы могли ее потом съесть. Таково Его совершенство, Его абсолютность. Поэтому готовьте прекрасные блюда для Кришны, предлагайте их Ему и принимайте. Тогда вы удовлетворите желание наслаждаться хорошей пищей. И в то же время вы станете преданным Кришне. Каждый может это сделать. Либо в храме, либо дома. Но люди не будут поклоняться Кришне, они будут поклоняться собаке. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, они будут поклоняться догу. Такова их психология. И в следующей жизни они рождаются догами. Потому что у них великая вера и любовь в дога. А человек рождается догом. Если же у вас любовь и вера в Кришну, то вы обретаете такое же тело, как у Кришны. Если вы не получите то же тело, такое же тело, как вы можете играть с Кришной, танцевать с Кришной? Поэтому, когда Кришна говорит, если вы станете совершенным преданным Кришне, расставшись со своим телом, вы обретете тело, как у Кришны, садчит, ананда, виграха, чтобы жить вечно в блаженстве и знании. Такой должна быть цель нашей жизни. Хорошо, повторяйте, Харе Кришна.